Любовь Ивановна, там недоносок и подлюка, кажется, пришел жениться. Зятек мой бывший, ты смотри, какие мы смелые, а! Ой, хорошее! Господи, сегодняшний я смелый. Слушай, что с тобой? Давай! Не беспокойтесь, девушка! Просто жених встретил свою любовь. Точно! И не совладал с чувствами, да? Любовь Ивановна. Да-да-да, любовь всей своей жизни. Ой, какие красивые! Ну что, мои хорошие, дорогие мои, начнем? Давайте. Итак, сегодня, 24 августа 2018 года, вступают, надеюсь, в законный брак Оксаночка и Александр. 24 августа, ну это самый прекрасный день для проведения свадьбы и создания крепкой, надежной семьи в этот день. В 79-м году произошло одно из самых страшных извержений вулкана в Везувии. Три римских города были уничтожены полностью, среди них знаменитые Помпеи. В этот же день, в 1572 году, произошла кровавая Варфоломиевская ночь, где было убито огромное количество гугенотов и просто перерезали горло. В 1879 году родился Иосиф Геббельс, один из самых страшных, ближайших кровавых сподвижников Адольфа Гитлера. А также в этот день, уже в 1955 году, родился Анатолий Чумбайс. Хватит! Сегодня ваши сердца дают обещание биться рядышком всю последующую жизнь. Конечно, если один из вас не является подлым предателем и мразью. Я хочу обратиться сейчас к вам, дорогие присутствующие. А есть ли среди вас те, кто, ну пока еще не поздно, хочет сказать правду? Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Я хочу. Да, да, пожалуйста. Я хочу. Да, заходите. Девонька моя, доченька, это мой сосед сверху. Каждый день со своими друзьями-наркоманами он устраивает ордии до утра. Хорошо, что он нашел ту, которая готова принять его со всеми его грехами. Что вы говорите? Еще кто-нибудь там у нас? Я, я, я. Пожалуйста. Я. Однажды я вот этому извергу сделал замечание за то, что он писал в подъезде. И тогда вот этот изувер сломал деревце, посаженное первоклашками. Боже мой. И ударил им меня. С тех пор я и хожу с палочкой. Это абсолютная неправда. Я не писал в подъезде и не ломал никаких деревьев. Господи, клеветать на старика. Что еще можно ждать от этого человека? Я боюсь спросить. Может быть, еще кто-нибудь? Да. Это мой муж Александр. Он бросил меня одну беременную с тремя детьми. И я теперь каждую неделю сдаю кровь из вены. Вот, чтобы выплачивать ипотеку. Сашенька, это правда? Это не мои дети. Папка, папка, не отказывайся от меня, папочка. Ну что здесь происходит, Саша? Кисонька, я тебе объясню. Дело в том, что это моя бывшая, а это ее мама. Это они все подстроили. Мы всего месяц с ней были женаты. С тех пор я 10 раз пытался пожениться. Они каждый раз что-нибудь придумывают. Я тебя умоляю, не бросай меня. Я тебя умоляю. Скажи мне, да. Саша. Да. Да по счету. Ой, Господи, Господи, Господи. Боже мой, Боже мой. Убью. Ой, 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 ой. Саня. Санечка, ну что ты, а? Ну все, ну хватит бегать-то уже, а? Лучше моей Катьке все равно ведь не найдешь, Сань. Они-то таки проходят же в бобылях. Это уж мы тебе обещаем, Саша. Ну давай, Сань, ну что ты, ну все готово. Свидетели есть, регистраторы есть. Невеста, вон, согласна. Не слышу радости в голосе. Да, мам. Да, мам. Вот. Жених у нас согласен, Санечка? Я говорю, согласен, жених. Хрен с вами. Дети мои, объявляю вас мужем и женой. Будьте счастливы, идите, идите отсюда. Струйте семью, идите, идите. Да встань ты, Господи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok